Один из четырех многодневных постов в Рождественске начался сегодня у православных христиан. Продлится он 40 дней до 6 января включительно. По продолжительности почти равен великому, но менее строгий. Верующим позволительно есть рыбу, за исключением сред и пятниц. Но следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц. И все же главное при соблюдении поста не пустой желудок, а чистые помыслы. Пастись духом, а не брюхом, гласит народная мудрость. Священнослужители, обращаясь в этот день к прихожанам, подчеркивают, что это светлый и радостный пост. И готовит он к великому и красивому празднику Рождества Христова, который верующие отмечают 7 января. Поститься или не поститься, задумались кемеровчане. Вообще, может быть, и попытаюсь, конечно, но вообще никогда еще не постилась. Я атеист. Великий пост. Ну, как-то тут Новый год, в общем, он не дает. Место встречи – ад. Таким мог бы быть слоган спектакля «За закрытыми дверями», который привезли в Кемерово московские звезды. Участие в постановке народных артистов России Ирины Алферовой и Андрея Соколова обеспечили полный зрительный зал. Но готова ли публика на спектаклях думать, а не веселиться вместе с артистами над этим вопросом, размышляла и наша съемочная группа. Имя Андрея Соколова на афише – всегда гарант аншлага в зрительном зале. Самые ярые поклонницы артиста – женщины. И журналисты, которые пришли в филармонию на пресс-конференцию, в подавляющем большинстве – тоже представительницы прекрасной половины человечества. Вердикт один – Соколов обаятельный, с хорошим чувством юмора, сдержанный и очень умный. Поэтому и спектакль, в котором он играет, из ряда мозговых, когда надо думать. Мы сыграли достаточно много спектаклей. И очень приятно, что постфактум, пресса, отзывы и так далее, говорят о том, что шли именно поржать, как вы говорите, но приходили уже и выходили в зал с совершенно другим зарядом. И плюс еще ко всему, сейчас настолько много вот этого фастфуда, что мне неинтересно было в этом участвовать. Два полотняных занавеса с тремя дверями, три диванчика и фигурка какого-то башка, чем-то отдаленно напоминающего статуэтку премии «Оскар», только сидячую. Вот и вся незамысловатая декорация спектакля «За закрытыми дверями» по пьесе Жанна Поля Сартра. Надо постараться, чтобы эту неказистую обстановку наполнить смыслом и игрой. И актерам это удается. Действие идет полтора часа без антракта, и артисты держат внимание все 90 минут. Либо так... Как пустые зеркала без меня. Либо так... Он пришел к ней, стоял на коленях, просил о любви. Она так и смеялась над ним. В комнате с мягкими тряпичными стенами оказываются вместе трое. Две женщины и мужчина. Компания подобралась еще та. Трус, расстрелянный за дезертирство, и две очаровательные убийцы. Так по Сартру выглядит ад. Суд собственной совести. Когда нет выхода из замкнутого пространства. И каждый из троицы понимает, что все они друг про друга знают самые отвратительные истории из, увы, уже закончившейся жизни. Как люди попали в иной мир, и там встретились совершенно разные личности, и между собой общались. Попали в такое замкнутое пространство, и были вынуждены, ну, как-то друг с другом там находить общий язык. Очень интересная постановка. Действительно, ну, все время анализируешь то, что происходит на сцене. Дали знать о том, а что же там. То есть нужно думать о жизни здесь, любить родных, близких, помнить о них. В общем, арктеры, конечно, замечательные. Кемеровчане испытания умным спектаклем выдержали. Вообще, это своеобразный рекорд, что философская постановка существует уже почти 15 лет. Так что выражение «я мыслю» значит «существую» истинное и сегодня. А смысл и радость можно найти даже в аду. Нам всегда! Нам всегда! Нам всегда! Ксения Юременко, Людмила Казаченко, Сергей Юрин. Новости моего города. Сегодня в 7 часов вечера по новозеландскому времени и в 10 утра по московскому состоялась премьера фильма, который ждал весь мир. «Хоббит. Нежданное путешествие» явился зрителем в столице Новой Зеландии – Веллингтони. Право первого просмотра жители этой страны заслужили тем, что, во-первых, режиссер Питер Джексон – их земляк. А во-вторых, Новая Зеландия стала своеобразной кинематографической родиной «Хоббитов». Именно здесь проходили съемки трилогии. Мало того, что правительство этого государства выделило в виде различных льгот и субсидий свыше 90 миллионов долларов. Оно даже пошло на изменение национального трудового законодательства, чтобы занять на съемках как можно большее число жителей своей страны. Снят новый фильм по первой книге Толкиена «Хоббит». В мировой прокат картины выйдет 14 декабря, а россияне удовлетворят свое любопытство 20 декабря – декабря как раз накануне Нового года. К новостям спорта. Старый добрый Кузбасс. Эти слова лучше всего отражают настроение хоккейных болельщиков после поединка Кемеровского клуба с Волгой из Ульяновска. По мнению фанатов, в этот день черно-оранжевые играли, как в лучшие годы кемеровского хоккея. Что получается, когда молодая команда решает тряхнуть стариной, выяснял Аркадий Кемеев. Смотреть за этим матчем вы будете в прямом эфире телеканала «Мой город» вместе с голосом русского хоккея, моим коллегой-комментатором Олегом Марченко, который уже готов приступить к своим обязанностям. Олег, передаю вам слово. Начинайте. Спасибо, Аркадий. Здравствуйте, уважаемые любители самой зрелищной игры с мячом в мире. Только что прозвучал свисток возвещающий о начале встречи, в котором кемеровский Кузбасс на своем льду будет принимать ульяновскую «Волгу». Наверняка игроки «Волги» просматривали в записи предыдущей матча кемеровчан, но вряд ли они могли ожидать, какой погром ждет их в следующие 90 минут. С начала матча игроки в желтой форме буквально исчезли под черно-оранжевой лавиной. Порой казалось, что игроков Кузбасса как минимум вдвое больше. Волжане вынимали мяч из собственных ворот и уныло катились к центру поля только для того, чтобы вновь и вновь повторять эту неприятную процедуру. В перерыве между периодами вице-президент кемеровского клуба Сергей Тарасов, старательно пряча довольную улыбку, констатировал разгром гостей. Команда выигрывает 5-0. Довольно уверенно. Получается коллективная, скоростная игра. Игра смотрится, я думаю, зрителям и болельщикам она нравится. И еще бы не нравилось. На время матча забылись все кадровые потери команды. Те, кто перед игрой вздыхал о старых добрых временах, видели перед собой тот самый Кузбасс. Скоростной и дерзкий, выходящий на лед по девизам «забьем сколько хотим». Ну а соперник, соответственно, сколько сможет. Самыми грустными людьми в этот вечер стали нападающие по Волжье. Счет 8-3 совсем не то, на что они рассчитывали. Ну а кемеровским болельщикам остается только надеяться, что черно-оранжевые еще не один раз подобным образом тряхнут стариной. Аркадий Кемеев, Юрий Киянов. Новости моего города. В пятницу 30 ноября на лед химика выйдет особый гость в Красногорске «Зорки». Это один из самых принципиальных соперников Кузбасса в последнем десятилетии. А значит, всех поклонников хоккея ждет увлекательное зрелище, независимо от результата игры. Зрители моего города увидят этот матч в прямом эфире. Трансляция начнется в 18.30. Девушки в погонах в наше время встречаются часто. Девушки с луком тоже не редкость. Но вот девушки с луком и в погонах одновременно явление неординарное. Сегодня сотрудницы уголовной исполнительной инспекции на один день стали воспитанницами Кемеровского арбалетно-лучного клуба. Независимо от пола, все офицеры должны уметь стрелять. Но оружие Робина Года большинство из них видят впервые. С тетевой и стрелами девушки познакомились в рамках традиционного дня здоровья. По словам самих лучниц, для них это не просто плановое мероприятие, а возможность расширить кругозор и научиться внутренней концентрации. Конечно, повторить подвиги Вильгельма Теля на первом занятии не получилось, но это дело наживное. Возможно, некоторые представительницы прекрасной половины кемеровского офицерства станут здесь завсегдатаями. На этом у меня все, однако новости с вами не прощаются. Прямо сейчас горячее видео, танец на раскаленных углях. Кто же такой смелый, расскажет Георгий Девин в постоянной рубрике «Тем временем». Одежда для ведущей предоставлена салоном «Флирт». Тем временем «Благосфера» обсуждает болгарских нестенаров. Танцы в огне для этих людей довольно обычное явление. Нестенарство – религиозно-культурный феномен, характерный для части Болгарии, относящийся к исторической области Фракия. Центром нестенарства является регион, расположенный на крайнем юго-востоке страны, в горах Странджа. Главная особенность нестенарства – обрядовый танец на раскаленных углях. Считается, что нестенарство – это смешение древних языческих и православных традиций. В такую погоду, как сейчас, самое оно по углям походить. Все-таки человек – удивительное создание. Нестенарами называют людей, которые во время нескольких православных праздников ходят в состояние транса и танцуют на углях. Главные торжества в местах, где живут нестенары – Дни святых Константина и Елены. Действо длится три дня и сопровождается крестным ходом с иконами, омовением в святом источнике, принесением жертвы ягненка и ритуальным танцем на углях. Подобным же образом отмечаются и другие события, но именно на День святого Константина празднование наиболее торжественно. Радуются все, но танцуют в костре только нестенары. Считается, что они – своего рода избранные, способные также и к пророчествам, целительству и ясновидению. Тем временем новости закончились. Ждем ваших комментариев на сайте телеканала. Подпишитесь на новости ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере и будьте в курсе в любую секунду. До свидания. СПОНСОР ВЫПУСКА НОВОСТЕЙ Группа компаний ККМ-СЕРВИС 20 лет на рынке профессионального оборудования для торговли и общественного питания. Группа компаний ККМ-СЕРВИС Комплексное оснащение предприятий торговли и общественного питания. 20 лет мы создаем то, к чему вы привыкли. ККМ-СЕРВИС